Сокол И поможет им, кинотеатрам, оставаться на плаву Ну и еще и спасибо за кучу приятностей, что анонсировали на прошедшем мероприятии Это не полноценный топ, как кто-то мог подумать, это скорее киноблог Сборник моих впечатлений, анонсов, подробностей и новостей о грядущих проектах Погнали! Новый трейлер Чудо-женщины 1984 Твое время придет, Диана И все будет иначе Этим трейлером, наверное, меньше всего удивлен народ Фильм и так все ждут, подробности о нем и так более или менее известны Трейлер показал пачку новых кадров, продемонстрировал все такую же крутую Галь Гадот в образе Дианы Принц На этот раз она летает среди облаков, цепляясь за молнии Выглядит, конечно, впечатляюще Нам вновь показывают вернувшегося Стива Тревора Роль которого опять исполнил Крис Пайн Ну вы знаете, эти комиксы с их липовыми смертями Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло Ой, Стив, можно подумать, ты за эти годы изменился Ну прям другое лицо, а Кстати, мне понравилась шутка, которая отсылает к невидимому самолету Чудо-женщины Я полечу так, что нас даже не заметят Забыла тебе сказать Что? Радары А еще нам продемонстрировали Гепарду Роль которой исполнила Кристен Уик Спецэффект? Ну, ничего особенного Вообще, в комиксах существует три версии Гепарды-женщины Есть еще одна мужская Та, что в фильме, это текущая версия Гепарды из комиксов То есть персонажа зовут Барбара Энн Минерва До нее две девушки носили этот титул Но в фильме, скорее всего, будет обыгрываться тот факт, что Барбара первая такая И картина продемонстрирует ее становление Также трейлер мельком показывает Педро Паскаля в роли Максвелла Лорда Если изучить комиксы, то Максвелл Лорд в фильме, скорее всего, создаст или отычит какую-то технологию, которая будет наделять суперсилой Хотя в комиксах он лишь был свидетелем появления на Земле такой технологии А до этого был хитрожопым предпринимателем Между прочим, менеджером Лиги Справедливости Черт его знает, как будет в фильме Но наличие подобной технологии или какого-нибудь колдунства Объяснило бы суперсилы Гепарды В общем, ждем дорогую и любимую Диану Принц Лучшую, наверное, составляющую нынешней Лиги Справедливости Которая чуть попозже сегодня Так, ща Ща, погодите, у меня практически выигрышная партия Да-да, ща вернемся к DC Давние мои подписчики знают, что я давно играл и продолжаю играть в Хардстоун Вообще, мне лучше не начинать играть, так как я моментально пропадаю в этой игре У меня очень богатая коллекция карт, звучит так, как будто я хвастаюсь Но если играть постоянно, то не составит труда собрать и вам подобную коллекцию Тут невероятное количество самых разных карт, классов и механик Хардстоун это карточная стратегическая игра, если кто не знает Основанная на вселенной Варкрафт Наверное, самая популярная карточная игра Простая в освоении, яркая, веселая и доступная совершенно бесплатно Мне нравится, что игра доступна на мобильных Я могу разыграть партейку где угодно, даже вот прямо сейчас Множество разных режимов, PvP и PvE В любой момент можно испытать свои силы с другом или случайным игроком Потренироваться с виртуальными противниками Или отправиться в захватывающее одиночное приключение, чтобы получить ценные награды Игра постоянно развивается, регулярно появляются обновления, дополнения, карты и механики Совсем недавно вышло новое дополнение Некраситет Это отличный повод, чтобы познакомиться с этой игрой или вновь вернуться в нее Игрокам предстоит стать абитуриентами престижной академии И пройти тренировочный курс обучения по одной или даже сразу двум дисциплинам В процессе обучения игроки смогут раскрыть секреты подземелья под кампусом Где директор академии Кейл Тузат ведет свои дела с культом проклятых Короче, чтобы получить наиболее полное впечатление от обучения в Некраситете Рекомендуется приобрести один или несколько пакетов дополнения по ссылке в описании Переходите, приобретайте, играйте Ах ты, вот как А мы тогда вот так Ладно, ладно, убрал Я понял, обнаглел Тут у игры тоже, между прочим, важные новости Что вы прям так? Ладно, что там еще DC анонсировали? Тизер и концепты Черного Адама Тут, собственно, ничего нового, кроме пафосного лого и картинок Дуэйн Джонсон исполнит роль Черного Адама, как мы уже знаем Черный Адам представлен был как суперзлодей для семейства Марвел Если кто не в курсе, что Шазам был капитаном Марвел когда-то из комиксов издательства Фосфет То самое время глянуть один из роликов про историю супергероики Которую я обязательно продолжу Конечно, ждите Итак, это противник Шазама Ну или семьи Шазама Нам показали тизер Но этот даже тизером назвать сложно Просто эффектно представленный логотип Куда интереснее концепт арты Глядя на этого Адама Шазаму и его семейству явно не позавидуешь Еще сообщили, что в фильме Черный Адам впервые представят Общество Справедливости Америки Ну это вообще-то самая первая команда героев в истории комиксов Если я, конечно, не ошибаюсь Еще до Лиги Справедливости они существовали И уж, конечно, раньше Мстителей То есть, фильм не будет двухчасовым актом самолюбования Джонсона Хотя кто и когда был против его самолюбования? Все фильмы на этом строятся с ним Разве что Вин Дизель был против, да Трейлер игры про Отряд самоубийц Теперь поговорим об играх Нам продемонстрировали только пока что CGI Трейлер Отряда самоубийц от Rocksteady Геймплей они показали Да и рано еще Игра еще в процессе разработки Геймплей, скорее всего, увидим мы только через год Наверное Так как релиз назначен на 22-й год Rocksteady разрабатывали игры про Бэтмена Аркхамской серии И именно поэтому все лелеют надежду Что действие игры про Отряд самоубийц Будет разворачиваться в той же вселенной И даже где-то было подтверждение этому факту В ролике мы видим поверженный Метрополис На город напал, видимо, Брэйниак Который, во-первых, наводнил город своими болванчиками Видимо, которых игрок будет бить налево и направо А во-вторых, промыл мозги Лиги Справедливости Мы видим Супермена, который теперь Здесь такой плохой и страшный И людей убивает Наши злодеи, тоже видя это, понимают Что теперь они вынуждены быть героями Ну, такие герои по неволе Как-то так Нам показали короля акул, который выглядит весьма прикольным Показали Харли Квинн Дэдшоты и Бумеранга Это, вроде как, должно быть сингловым приключением Где будет возможность переключаться между персонажами Также делается ставка на кооперативное прохождение Вместе с друзьями Как там будет в реальности, еще увидим Членов команды отряда самоубийц Да хрена Можно вкидывать там через DLC Потом в течение последующих пяти лет Наверняка разных персонажей И потом давать возможность проходить игру за них Ну а теперь трейлер и геймплей рыцарей Готэма Вот эта игра сообщают, что точно не будет связана с трилогией Arkham Эту игру разрабатывает студия, что работала над Arkham Origins Так скажем, приквели Arkham Asylum Я все это прошел относительно недавно И сам слегка запутался, покупая игры В тот момент, когда покупал игры Что, зачем идет Трилогию Трилогию про Бэтмена Arkham Asylum Arkham Knight И что там еще Arkham City Разрабатывала команда Rocksteady Ну а приквел Warner Bros. Game Montreal Так вот Рыцари Готэма вышли из-под пера последней кампании Бэтс умер Умер как бы, как бы, еще не знаем точно И оставил завещание, в котором поручил Робину Найтвингу Бэтгерл И красному колпаку Своему семейству, так скажем Бэтсемейству В общем, оберегать Готэм Ставлено то, что Бэтмен все-таки не умер Ну почему-то мне так кажется Геймплей на это очень похоже на игры про Бэтмена Все Разве что отличаются, наверное, оформления Вот этих вот всех плашечек и менюшечек И визуальная игра, кстати, тоже напоминает Что Бэтмен Ориджинс Что трилогию про Бэтмена Архам Заявили, что за каждого героя геймплей будет, правда, отличаться Но, мне кажется, не слишком кардинально Противниками рыцарей выступит тайная организация, называемая Суцов Это такие кукловоды тайные в Готэме Они там существовали, оказывается, давно Но вот всплыли совсем недавно Ну как-то так Тут все волнуются, не оказалась бы эта игра и предыдущая игрой-сервисом Как грядущая про Мстителей Ну, тут даже не знаю Я в Мстители еще не играл Да и особо, в принципе, в игры-сервисы на плойке Поэтому судить не беру Отряд самоубийц Джеймса Гана Перейдем к самому вкусному Не, серьезно, почему-то даже по этому короткому репортажу со съемок По этим кадрам, которые охота поставить на паузу и рассмотреть внимательней По тизеру, который представляет героев При этом не представляя ни одного кадра из фильма Можно судить, что у Гана все получится Я уверен, будет балаган, но веселый балаган Уверен, что такое количество персонажей Представленных персонажей Я насчитал 17 Говорит лишь о том, что будет много веселых и нелепых смертей Да вы только посмотрите, кто тут заявлен Человек в горошек Человек, блин, в горошек Мужик с палкой Какая-то инопланетянка Питер Капальни с антеннами на голове Антропоморфная ласка Короче, я не рекомендую запоминать, кто все эти герои Гуглить и выяснять про них что-то Как заявил Джеймс Ганн, примерно 70% из них выпилится Я лишь надеюсь, чтобы они выпилились смешно, эпично Каким-нибудь гигантским взрывом Ведь Ганн сказал, что в его фильме будет много взрывов и спецэффектов Больше, чем во всех фильмах Марвел, к которым он имел отношение Ну а теперь о главном Джай Кортни вернется в роли Бумеранга Рика Флега все так же сыграет Юэль Кинаман Виола Дэвис опять будет Амандой Уоллер А Марго Робби? Естественно, Харли Квинн Ну куда ж без нее? И, о чудо Наконец-то Наконец-то Харли здесь нормально одели Это не шлюховатый образ из фильма Дэвида Эйра Где компьютерщики работали даже над филейной частью Марго Робби Чтобы она выглядела эротичней Это не бомжеватые шмотки из хищных птиц Наконец-то нормальный костюм Давайте сделаем стоп-кадры, чтобы полюбоваться Этой Харли охота любоваться Именно как персонажем А не как секс-куклой Или внезапным идолом феминизма Как в последнем фильме Всего-то и надо было нормально загримировать И одеть как надо Она и красива, как прежде А теперь еще и крута И даже канонична в какой-то степени Спасибо, Джеймс Ганн Ты знаешь, что делаешь, явно А еще он сказал, что для него было большим удовольствием писать арку Харли Будем надеяться, что она стала нормальным персонажем не только внешне Но и с кинематографической точки зрения Ну, хотя в этом отношении у нее и до этого более-менее все было в норме Ну, такой немного больной норме Еще в касте заявлен Нейтан Филлион и Джон Сина And his name is John Cena Простите меня за это Я знаю, что это не актуально, да Джон Сина играет, как он сам сказал Мдацкую версию Капитана Америки Кого играет Филлион Мне лень разбираться Ну и главный вопрос Кто, блин, такой Блад Спорт? Что еще за кровавый спорт такой? Фильм с Джон Клодом Ван Даммом, что ли, или что? Да, никто не угадал, кого играет Идрис Эльба Какого-то кровавого спорта Или какой-то кровавый спорт Даже не знаю, как это склонять Ставлю на то, что именно герои Эльбы первым и прикончат Было бы эпично и забавно А еще там есть король Акул И, судя по всему, он будет похож на того короля Акул Который представал перед нами в мультсериале про Харли Квинн Миленьким таким и наивным Кот, это было круто Лига справедливости Снайдер Кат Хм Естественно Как же без анонса Лиги справедливости От Снайдера От нашего дорогого и любимого Снайдера Итак, подробности Это будет мини-сериал из четырех часовых эпизодов Судя по трейлеру Там будет куча материала, что не попал в фильм Который все на это указывает Уиден скорее еще больше испортил, чем поправил Поправил Выглядит как вообще другое кино Супермен в черном костюме Степной волк больше похож на Трансформера Появление Дарксайда, думается, что во флэшбеке Куча новых подробностей о Флэше и Киборге Не знаю, будет ли это лучше того, что мы увидели в кинотеатре Но во всяком случае я рад, что Снайдер протащил свое видение до зрителей Это беспрецедентный случай За упорство Зак Снайдер достоин всяческого уважения И любви фанатов, я надеюсь За свою верность своему стилю, конечно, тоже его нужно уважать Все любимое режиссером тут в трейлере От слоу-мо до библейских отсылок Сам выбор саундтрека к трейлеру говорит о многом Аллилуйя! Бог вернулся! Трейлер Бэтмена от Мэтта Ривза А ты, черт возьми, кто? Я возмездие Ну, конечно, это было главным событием Представление первого трейлера Бэтмена от Мэтта Ривза И трейлер, как и все, что трейлер показал, выглядит... Ах... Уже столько фильмов про Бэтмена мы видели Ну, надо же, DC все еще умеют удивлять Как в худшую сторону, так и в лучшую сюрприз Все волновались по поводу Роберта Паттинсона Пометуя Эдварда из Сумерек Но, ребят, со времен Сумерек Роберт много где играл И зарекомендовал себя как весьма хороший и достойный актер И здесь он выглядит, ну, просто бомбезно, ну, серьезно Наконец-то фильм про Бэтмена не стесняется того, что рыцарь Готэма красит глаза Везде, во всех фильмах он красит глаза И здесь это даже используется для подчеркивания внешности персонажа Да, с крашенными глазами Роберт выглядит весьма сурово Костюм выглядит, ну, просто... Замечательно Бэтмобиль не бьет грязь лицом перед собратьями Все такое реалистичное, такое, приближенное к правдоподобию А какая шикарная атмосфера у этого трейлера Ощущение, что это будет прямо такая нуарная головоломка Мэтт Ридж заговорил, что натурально снимает детектив Ну, и это видно Как же круто тут звучат стишки Ридлера Отдельное спасибо создателям за локализованные надписи Ведь это специально снято для русскоязычного населения, верно? Уверен, что подобное сделали и для какого-нибудь китайского проката Видимо, для фильма важно, чтобы зрители читали написанное Ведь это загадки от Ридлера Хочешь, не хочешь, сыграешь со мной Тебе это о чем-нибудь говорит? ЗАГАДОЧНИКА Зильм лично для меня стал сразу самым ожидаемым в 2021 году Из дополнительной информации стало известно, что злодеи тут будут только в начале своих злодейских карьер Здесь мы увидим Ридлера, то есть Загадочника И пингвина, Освальда Кобблпота Последнего играет Колин Фаррелл, которого под гримом ну прям не узнать А вот Загадочника играет Пол Дана Короче, выглядит все более чем достойно Самое главное, трейлер справился с представлением нового Бэтмена Заткнув, как мне кажется, скептиков за шиворот Ты часть всего этого Каким образом Увидишь? Ну а на этом все Это были 7 главных событий, прошедшего DC Фандом Спасибо большое, что смотрели Спасибо большое, что поставили лайк С вами был Сокол Пока! Ожидаем годноту Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...